Здравствуйте, маэстро. Сразу признаюсь, крайне волнительно находиться в студии одного из самых блестящих сценографов мира. Три премии Оскар. Бывает. И сразу первый вопрос. Ваша студия, где мы сейчас, находится на территории Ченечита. Можно ли считать это выбором больше из практических соображений или выбором сердечной привязанности, как у Федерико Феллини? То, что мы находимся в Ченечита, я, можно сказать, почти родился в Ченечита. Хотя, конечно, нет. Мой первый фильм я начал оформлять, когда мне было 17 лет. Тогда я учился в Академии искусств в Риме, а после занятий работал у одного архитектора, который был еще и сценографом, художником-оформителем. Однажды ему пришлось одновременно оформлять два фильма. Один был лузницы острова Дьявола с Мишель Мерсье, а другой – Плач Морей с Гей Мэдисон и Мишель Мерсье. В общем, архитектор меня спрашивает, хочешь делать этот фильм? Естественно. Это был мой первый рабочий опыт. Еще и два фильма параллельно. Фильм на пиратскую тему и так далее. Получилось так, что он оставлял меня постоянно одного, уезжал, потому что он строил еще и банк одновременно. И так все время, приезжал и уезжал. Поэтому мне пришлось работать над фильмами одному. И это в 17 лет? Да, в 17. Правда, в тот момент, к счастью, был еще оформитель и рабочие сцены. Все они работали в большом помещении, сразу над двумя фильмами, которые снимал Ван Конни режиссер Доменико Паулелла. А я сидел один в огромной комнате, за маленьким столиком. И главный организатор повторял, вы посмотрите на этого мальчишку. Что ему удается сделать, несмотря на то, что он один? Не знаю почему. Может, потому, что я обожал кино. Я еще в 12 лет решил стать сценографом. Когда я закончил работу над фильмами, он мне говорит, хочу представить тебя одному из лучших сценографов Италии, Луиджи Скачаноччи. Возможно, он предложит тебе работу. Было бы здорово. И вот мне представили сценографа Скачаноччи. И тот тоже сообщает, ну смотри, я делаю всегда два-три фильма одновременно. Меня постоянно не бывает на месте. Вот беда. Опять мне придется делать все самому. И это был фильм «Девушка из Пармы» с Кэтрин Спак и Ланда Буцанко. Так как работой моей он остался доволен, предложил мне сделать «Евангелие от Матфея» Пазолини. И вот тут происходит поворотный момент в моей жизни, потому что с Пазолини у нас сложилось полное взаимопонимание. И в этот раз сценограф нечасто бывал на месте, так как снимал несколько фильмов одновременно. Над этим фильмом я тоже работал один. Они с Пазолини много фильмов сделали. Я целых одиннадцать. Именно с ним я начал работать уже самостоятельно в качестве сценографа. Это был фильм «Медея». Мне повезло сотрудничать с множеством крупнейших итальянских режиссеров. Но пока я продолжал работать помощником сценографа Скачаночи. Это был фильм «Медея». С него началась моя самостоятельная карьера сценографа. Например, с ним мы делали сатирикон Феллини. Правда, Феллини Скачаночи был не по душе, и в середине фильма он его отстранил. Однажды Феллини заходит в студию, помещение, похожее на это. Слушай, Скачаночи, мне нужна большая комната бежевого цвета, но это должен быть особенный бежевый. Не беспокойтесь, сейчас покажу вам палитру со всеми возможными цветами. Он рассматривает палитру, нет, это нет, это тоже нет. А я увидел, на полу валяется кусок картона. Показываю его Феллини. Извините, может, этот бежевый? Вот, вот именно этот тон мне и нужен. А ты кто? Как это кто? Три месяца, как постоянно работаю с вами над этим сетом, с утра до вечера. А, да-да, мне кажется, я тебя видел. Так если вы ежеминутно ко мне обращаетесь, мне нужно то-то, то-это. Тогда он рассмеялся. В двух словах, когда он отстранил Скачаночи, сказал мне, с этого момента фильм оформляешь ты. Я воссоздал корабли и все остальное. И в это время вот что происходит. Я закончил работу на острове Понца. Феллини приехал, все отснял, и я вернулся в Рим. Это была суббота. А в воскресенье мне звонит мой друг, тоже сценограф, и предлагает. Данте, в понедельник поехали в Фриджейне. Искупаемся, съедим спагетти в мастину. Нет, Франческо, я только что вернулся с Понца, опять на море. Давай, решайся, проведем время вместе. Хорошо, заезжай за мной в понедельник утром. В понедельник он заезжает, я сажусь в машину. Стой, я забыл плавки. Возвращаюсь домой. И в тот самый момент звонит телефон. Привет, Тантину, это Роберто Росселлини. Быстро собирай чемодан, бросай в него все, что считаешь нужным, потому что ты должен ехать в Каппадокию. Каппадокия? Где она вообще? Тебе нужно прилететь в Стамбул, а там тебя встретят, отвезут куда надо. Но зачем? Пазолини хочет тебя для съемок фильма «Медея». А я говорю, а что, нет сценографа? Был один, но даже не начал. Пазолини он не устраивает, он требует тебя. Этого ему назначил продюсер, но Пазолини его даже видеть не хочет. Ладно, я буду. Пришлось спуститься к машине. Извини, Франческо, мне нужно на минуту в Каппадокию. В общем, приезжаю, меня встречают, привозят на место, и Пазолини, слава Богу, вы приехали, нужно уже снимать, а я не знаю, как быть. Хорошо, а когда начинаются съемки? Через 4 часа. А я что должен делать? Мне нужна, к сожалению, колесница, на которой прибывает Медея, а Медею играла Мария Калас. Прибывает и смотрит на Солнце, а потом план на Медею со стороны Солнца. Но колесницы нет, в этом и проблема. Как же я сделаю за 3 часа колесницу? Вот есть телега, может, вам удастся что-то из нее создать. И вот смотрю я на эту телегу, но, к счастью, я знал всех, кто там работал, они были моими друзьями. Прошел костюмеры дать мне кожу и ткань. В общем, сделал я эту колесницу. Пазолини восклицает, вот, вот, именно то, что я хотел. И Медея, Мария Калас повторяет, прекрасно, замечательно. Поднимается на нее, пам, все, снято. Сегодня вечером в отеле поговорим о фильме, потому что завтра мы снимаем новую сцену, сообщает Пазолини. И кто ее подготовит? Ты, как я, я даже не в курсе сюжета. Так сегодня ночью прочтешь сценарий. Вкратце, закончив Медею, возвращаюсь в Рим, где мне нужно было оформить два сета в театре, здесь, в Чинищета. Пока я над ними работал, встречаю Феллини. О, Дантино, я знаю, что ты оформляешь Медею Пазолини. Смотри, следующий фильм ты делаешь со мной. Благодарю вас, маэстро, вы любезны, вы изумительны, но позовите меня через 10 лет. Почему это через 10 лет? Но почему вы хотите разрушить мою карьеру? Ведь самая первая деталь, что вам будет не по духу, и вы меня тут же выгоните. Я продолжил работать, оформил массу фильмов, и не только. Работал с Петри, Феррери, Кавани, другими. И вот прошло 10 лет. Я работаю на Тодо Модо, Элио Петри, выхожу вечером из съемочного павильона, иду к художнику-оформителю. Выходит, Феллини, который в тот момент заканчивал своего Казанову. Выходит, один, хотя обычно он окружен множеством людей. Мы встречаемся под фонарем. Дантино. Да, маэстро, слушаю вас. 10 лет прошло, настало время тебе работать со мной. Я ответил, я готов. И сделал я 6 фильмов с Феллини, 6 последних фильмов. Потом я оформил Евангелие от Матфея, затем имя Розы, приключения барона Мюнхгаузена. После барона Мюнхгаузена меня позвали работать в Америку. В результате я сделал 9 фильмов со Скорсези и, конечно, многими другими. Брайан де Пальма, например, я уже и не помню всех имен. Маэстро, вы, наверное, единственный человек в мире, кто дважды отказал Федерико Феллини. Первый раз, как вы упомянули, когда не чувствовали себя готовым в юности, а во второй раз это был один из его последних фильмов интервью. Так ли это? Да, интервью Феллини. Я отказался, потому что он хотел, чтобы его оформлял другой человек, сын его друга-художника. Тогда он работал прямо здесь, выше. Проходил все время мимо. Привет, Дантино. Но про интервью даже не упоминал. Маноло Болонени, брат режиссера Мауэра Болонени, зашел как-то раз ко мне. Чао, Дантино. Я не выдержал. Так кто же все-таки делает интервью? А я пока не знаю. Затем однажды приходит, Феллини хочет с тобой поговорить о фильме, чтобы ты им занялся. Тогда я сказал, скажи ему, что я занят, к сожалению. Я уже занят над фильмом «Приключения барона Мюнхгаузена». При этом я даже не знал, что этот фильм уже снимается. Дело было так. Один из главных организаторов мне сказал, что Томас Шухли, с кем я работал над именем Розы, готовит этот фильм. Поэтому я придумал, что должен делать барона Мюнхгаузена. Вечером же дома ложусь спать, вдруг звонок. «Привет, это Том, как ты? Я тут с Терри Гильямом, он хочет, чтобы ты работал над бароном Мюнхгаузеном». «Не верю своим ушам, я готов». «Только представьте, я одному отказываю под предлогом работы над этим фильмом, и тут мне звонят в полночь». В итоге я лечу в Америку, хотя, наоборот, «Гильям» прилетает, так как мы его снимали в Риме и Испании. И когда этот фильм вышел в Америке, мне говорили, что декорации к нему самые лучшие из когда-либо в выполненных кино. Тогда-то меня и пригласили в Америку оформлять другие фильмы. Я начал готовить фильмы, которые не удавалось снять. Как-то раз мне звонит помощник Скорсезе. Со Скорсезе мы познакомились в павильоне у Феллини, когда он заехал проведать того после свадьбы с Изабеллой Расселлини. «Мартин хочет, чтобы ты работала над фильмом «Эпоха невинности», съемки в Нью-Йорке. Я все бросил, собрал чемодан и сел в самолет. Помню, в самолете был бар, фортепиано. Если я не ошибаюсь, на фортепиано играл сын Фрэнка Синатре. Мне кажется, он играл, если я не ошибаюсь. И был коридор, по бокам которого не кресла, а лежачие места, отделенные друг от друга занавесками. Ложимся спать, а за полчаса до прибытия в Нью-Йорк нас будет, чтобы мы приготовились к приземлению. Я отодвигаю занавеску, и в этот момент рядом со мной кто-то открывает занавеску и сбрасывает одеяло. Вижу руку с темной кожей. И кто же это? Наоми Кэмпбелл. С того дня я всегда везде говорила, о, я спал с Наоми Кэмпбелл. В Нью-Йорке я начал работу над эпохой невинности. Со Скорсезе я снял 9 фильмов. Потом я сделал фильм с Брэдом Питтом и Томом Крузом. Интервью с вампиром. Я так много фильмов оформил, все в Америке. Потом еще множество в Италии. Но все время работая с американцами. Последнее, что я закончил, называется «Верона». Это мюзикл на тему Ромео и Джульетты. Фильм закончен 3 недели назад. Он еще должен выйти. В данный момент у меня еще несколько фильмов. Но мы не начинаем, потому что идет забастовка сценаристов. Продюсеры не достают из карманов деньги, пока эти не закончат бастовать. Так что у меня лежит на столе 3-4 фильма. Но я жду, пока занимаюсь другим. Вы ведь еще и театральными декорациями занимаетесь. А сейчас также и в роли режиссера театра выступаете. Да-да, я делаю вертеры. И декорации, и костюмы, и режиссура. Все. Только петь не могу, так как голос потерял. Ну, может, в следующем сезоне. Только что в кадр влетела муха и навела на мысль о идее Пазолини, что ошибки делают кадр правдивым. Да, верно. Вернемся к вашим главным учителям, Феллини и Пазолини. Маэстри Федерико Феллини и Пазолини. Феллини, Пазолини, Петри, Феррери, Кавани, Коменчини. В общем, не было так много. Много их было, сейчас уже всех и не вспомню. В вашей книге вы написали один из самых важных уроков Пьер Паоло Пазолини в том, что в каждом фильме воспроизведена иконография одного или нескольких художников. Да, и с ним я сделал одиннадцать фильмов. От Евангелия от Матфея до Сало. Сало? Это его последний фильм? Да, он стал последним. Потом его бедолагу убили. Тем не менее, сегодня интерес к Пазолини возрождается. Все вдруг им занялись. Он был великим человеком, великим писателем и режиссером. Должен сказать, что я счастлив, что работал над его фильмами. Представьте, правда в том, что после Евангелия от Матфея, будучи католиком, я каждое воскресенье хожу на мессу. И первое, что делаю, останавливаюсь напротив Иисуса Христа и Мадонны. Иисус с его ранами от гвоздей и Мадонны, что его держит. И ставлю восемь свечей за всю мою семью. И благодарю его Пазолини, что он дал мне возможность снять этот фильм. И если мне повезло с карьерой, этим я обязан ему. Всегда говорю, что когда умру, ну так лет через 50-60, чтобы меня, пожалуйста, похоронили рядом с ним. Потому что мне хотелось бы продолжить и там снимать с ним новые фильмы. Резко переменю тему. У меня остались еще вопросы. В прошлом вы работали с русским режиссером Сергеем Бодровым. Вы создали декорации для седьмого сына. Да, седьмой сын Сергея Бодрова. А в сегодняшней ситуации вы бы рассмотрели сотрудничество с российскими режиссерами? Да, конечно. Было бы замечательно снять фильм, например, с Александром Сокуровым. Да, если сложится. Сейчас не знаю. Мне 50 лет, плюс НДС. Не очень много, однако. В общем. Но НДС 12-процентный. Самые важные для вас работы? Наиболее сложные или те, где вы получили наибольшее удовольствие от процесса их создания? Или же те, что получили Оскар? Или все одинаково значимы? Они все для меня важны. Оскар я получил на шестом фильме. За авиатора. До этого у меня были пять других, которые каждый раз номинировали, но безрезультатно. Например, Эпоха невинности. Все говорили, в том числе газеты, как же так не дали Оскар. Эти декорации его заслуживали. Потом еще фильм. Еще и еще. И в конце концов я уже не хотел идти на церемонию вручения. Меня заставил Скорсезе. Тогда номинировали авиатора. Я пошел с женой Франческой, она же у меня декоратор. Франческа получила три Оскара и три я. Франческа Лоскьяво. Да, я Данте Феретти Лоскьяво. И вот на шестой раз мы получили этот Оскар. А через два года следующий за фильм Тима Бертона. Как он называется? Затем Хранитель Времени Скорсезе. Ну и все. Хотя у меня столько разных премий, смотрите. Да, список бесконечный. Эти только одна часть премий. У меня их еще 80. Можете потом их снять. Мы потом обязательно снимем. На ваш взгляд, в Италии могут появиться в ближайшее время режиссеры уровня Феллини, Расселлини, Пазоллини? Есть ли надежды? Может быть уже кто-то среди молодых? Не знаю среди молодых. Надеюсь. В общем, пока ничто не предвещает. Но я пока не заметил. Может быть и есть. Я не хожу в кино. Я ненавижу кино. Если я не ошибаюсь, съемки фильма «Имя Розы» проходили в Италии, в Риме и еще в Абруццо. Нет, мы все сняли в Риме, в районе Прима Порта. Там в Прима Порта есть некая возвышенность. И там что-то вроде карьера, где добывали туф. Вон фотография. Видите там, где башня? Все это было построено с нуля. Ничего готового мы не использовали. Неудивительно, что в один прекрасный день мне звонят из журнала, посвященного культурным памятникам Италии. Простите, Ферретти, но где вы снимали имя Розы? Мы не знаем такого места. Мы снимали в Прима Порта. Как это в Прима Порта? Поторопитесь, сходите сейчас, а то через три дня все демонтируют. Как демонтируют? Это же все декорации. Мы построили все в Риме. Это же фильм. Дама засмеялась. Не знаю уж, поехали ли они фотографировать или нет. Спасибо, маэстро. Для нас это была большая честь. Спасибо.